МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успехи Советского Союза в развитии промышленности реальные, или, может быть, не столь реальные, той ценой, которую стоило заплатить за миллионы жизней. Имеются в виду не те, кто погиб в ходе Великой Отечественной войны, а те, кто погиб в результате репрессий. Потому что, повторю то, что сказала в пятницу, очень часто сейчас звучит убийственное, с моей точки зрения, слово «зато». Да, репрессии, да, жертвы, да, ссылали, да, расстрелили, но зато мы были впереди планеты всей. Так ли уж впереди историки сегодня оспаривают, но даже если бы были, неужели это действительно такое зато, которое стоит человеческих жизней? Ждем ваше честное мнение. Звоните нам по телефону 379-65-70, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». И сегодня мы намерены прочитать те отзывы наших зрителей, которые я не успела озвучить в эфире в пятницу, и которые накопились за эти выходные. А я также хочу сказать всем нашим зрителям, проживающим в Екатеринбурге, рядом с Екатеринбургом, на Урале и, в общем-то, по всей стране. Дело в том, что завтра, 30 октября, день памяти жертв политических репрессий, в связи с этим музей святости, подвижничества и исповедничества на Урале в 20 веке разработал проект, принять участие в котором можно даже дома или на рабочем месте. Цитирую обращение авторов. Проект «Время Каина. Топография террора» посвящен памяти тех, от кого не осталось даже судебно-следственных дел, и их биографии неизвестны, а имена стерты из истории. Иногда их называют лагерной пылью. Но это не пыль, это были живые люди, такие же, как и мы. От них ничего не осталось, даже имен, но мы их будем помнить. Как? Фотографии Екатерины Поповой, Натальи Кириллова, Николая Баченина и Олега Матвеева напомнят нам, что есть в Екатеринбурге такие места, где происходили чудовищные трагедии. Там погибали ни в чем не повинные люди, вспомните которых мы можем, лишь взглянув на те же деревья, небо, природу, что видели и они в свои последние минуты. Удивительно, как контрастирует запечатленная на фотографиях красоты природа с ужасом, происходившим на этих местах в Екатеринбурге, его окрестностях, в 12-м километре Московского тракта, Ивановском кладбище, Центральном парке культуры отдыха, озере Шарташ, Железнодорожном вокзале. Ну а скачать размещенные фотографии и разместить их, соответственно, на своих ресурсах, доступных для вас, можно со страниц Музея святости, подвижничества и исповедничества на Урале в 20-м веке и в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Либо вы можете набрать хэштег «Знаем, помним» и опять-таки откроется страничка Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20-м веке. И там вот эти снимки размещены как раз для того, чтобы, как говорят на Союзе, копируйте и распространяйте. И я бы добавила, наш традиционный свет Христов да просветит всех. Мне кажется, все-таки, что отношение человека ко Христу не может не определять его отношение к репрессиям 20-х, 30-х годов и тех гонений, которые и после войны продолжились, может быть, в меньшей степени. Потому что как можно совместить веру во Христа во единую святую, соборную и апостольскую церковь, в которую входят те самые новомучники и исповедники церкви русской, которые тяжко страдали в годы репрессий, веру в то, что будет у нас воскресение мертвых и жизнь будущего века и почитание и возвеличивание палачей. Вот не укладывается у меня. Мне кажется, это вопрос не политический и не исторический, это вопрос в большей степени духовный. Внутренний даже. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы уже в эфире. Я как бы такое мнение, что понятно, что это все революционным путем, что плоды революции и советское время там плюсы-минусы, а вот как бы меня волнует вот такая ситуация, что люди, люди деградируются в наше время с очень большой скоростью, становятся жестокосерднее и злее, хотя храмы открыты. Вот такое мое мнение. Мне бы хотелось, как это прокомментируют ваши корреспонденты с телеканала «Союз». А как вас зовут, скажите, пожалуйста, откуда вы звоните? Спасибо вам, Ирина. Ну что же, придется нам с тобой, как в беседах с батюшкой, давать ответ на вопрос. Если вы читаете Евангелие, то вы знаете, что семя веры, Слово Христово, это как горчичное семя, которое прорастает и тогда уже становится могучим деревом, и птицы небесные укрываются в его ветвях. Или это как закваска, которую женщина бросает в три меры муки, доколе не вскиснет все. Но вот этот процесс роста или процесс заквашивания тесто – это ведь именно процесс, это не бывает как по мгновению волшебной палочки. Открытые храмы – это хорошо, но это еще не значит, что люди вот так вот по щелчку возьмут и изменятся. Каждый из нас, и вы наверняка, если по-честному, и я, и вот Тимофей, и любой человек в этой студии знает, как тяжело победить в себе злобу, как тяжело отказаться от привычек, о которых мы знаем, что они греховные, но они нам нравятся. Разве нет? Поэтому вот такие мы люди. Но кто-то с этим борется, а кто-то отдается на волю своих страстей. И Христа в свою жизнь пускает только тогда, когда ему от Христа что-нибудь нужно. А когда Господь стоит у двери нашего сердца и стучит, она для него закрыта, потому что в этот момент у нас все хорошо. Так что, не знаю, мой ответ такой, Тима, согласишься ты или нет? Я только соглашусь, и мне нечего добавить, потому что, знаете, ты хорошо сказал, я полностью поддерживаю. Ну вот, собственно говоря, что написали нам зрители, это же страшно, интересно. Ну, кстати, вот я удивлю, давно таких тем у нас не было, чтобы не вызывали дискуссии, даже, я бы сказал, некоторые такие разговоры, мнения самые разные. Татьяна Порфирьевна Суслова из Пензы, наша постоянная участница программы. Постоянно в сетях сталкиваюсь с восхвалением Сталина, и ведь много лайков собирают. Недавно вот попался плакат «Окружим сирот материнской лаской и любовью». На нем изображена советская Мадонна с младенцем, на стене портрет дедушки Сталина и восторженные комментарии. Я не знаю, смеяться или плакать над этим иезуитством. Сначала безвину уничтожить сотни тысяч родителей, а потом трогательно заботиться о сиротах. Почему люди ведутся на это, особенно молодежь? А посмотрите, какие у них посты. Сплошные сентиментальные кошки и песики не думают. Нужно им рассказывать, приводить на мероприятие памяти жертв советских репрессий, как у нас в Пензе, возле памятника покаяния. Тогда может и схватиться за голову, как человек на этом памятнике. Спасибо, Татьяна Порфирьевна. Да, вот еще одна из наших телезрительниц написала. Нравится это кому-то или нет? Сталин был и остается одним из выдающихся государственных деятелей и политических фигур 20 века. Описывая Сталин, американский историк Алекс Д. Джонг сказал, «Сталин принял Россию с деревянным плугом и оставил ее с ядерным оружием». Я согласна лично с американским историком. Многие города СССР строились благодаря именно репрессии. Магадан, Воркута, Норильск, в целом почти все города в суровых северных условиях были построены трудом политзаключенных и репрессированных. Ошибка всей политики ГУЛАГа заключалась в том, что он только сначала, ГУЛАГ это был экономически выгоден, а вот потом, к 50-м годам, уж полностью стал невыгоден. Ну и зачем расстрелы-то вообще? Тогда уж всех высылали бы, да и все, вот из-за расстрела осуждаю я Виссарионовича. А коллективизация, создание колхозов, совхозов это попытка сельхозпроизводства поставить на полномасштабный, промышленный такой уровень. Мою бабку тоже раскулачивали, вернее ее родители, в 36-м году. Я знаю тяжкие моменты истории своей страны, читала Сауженица и Шаламова, но я не плюну в историю своей страны никогда. Я никогда не ходила на церемонии в память жертв политических репрессий. В моем маленьком городе я даже не знаю, проводятся они или нет. Вот человек это написал, потом, правда, удивлялся, почему не так поняли, что здесь не было поддержки Сталина, было только изложение мнений каких-то других людей. Ну вот, может, мы все непонятливые, но во всяком случае я и другие наши участники обсуждения решили, что все-таки человек соотносит себя вот с такой оценкой. Ну, по поводу деревянного плуга. Друзья мои, сколько уже можно? Простите, пожалуйста, мое некорректное, может быть, выражение, ну, пора уже лапшу эту вот суши-то снимать, ну, сколько же это будет продолжаться? Какой деревянный? Да плуг к 1917 году, когда первая, простите, подводная лодка, это тоже Россия. И разработки полетов в космос, это тоже Россия, дореволюционная. И та самая лампочка Ильича, которая якобы Ильича, но это тоже дореволюционная Россия при государе Николае Втором. Но ведь это же открытые данные, ну, так же нельзя. И у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Я что ли, да? Да. Здравствуйте. Мне уже сказали подождать. А вы уже в эфире, пожалуйста, говорите, вас уже все слышат, и мы тоже с Тимофеем. Как вас зовут, откуда вы звоните? Ну, че-то, Игорь, из Челябинска. И отчество у вас же есть, да? Мне неловко так вас. Ну, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, да. Значит, тут надо всем больше пояснять, что вот эти палачи, которые там стреляли и так далее, их потом тоже пристреляли в этих же Казмесовских подвалах. Возьмите даже министра Егода. Стрелял, стрелял, потом его застрелили. Ежов, потом его застрелили. Берия. Вот это надо показывать, что эти палачьё безнаказанными так сказать не остаются. Вот хотя бы это расшифровывать, ялки-палки. Ну, пока все, говорить можно много. Всего доброго. Спасибо, Игорь Николаевич. Вам тоже всего доброго. Видите, какое дело. Ну, далеко не все палачи потом пострадали, хотя, да, и это тоже было. Знаете, сегодня день памяти Лонгина Сотника. Это святой мученик. А знаете, как он вошел в евангельскую историю, а он руководил распятием Христа. Это человек, который командовал воинами, распинавшими нашего Спасителя. Это тот самый Сотник, который, глядя на то, что происходило с Господом на кресте, и после его распятия, сказал, сей человек. И уверовал, и проповедовал, и за это был убит. Так что возможность покаяться есть для каждого. Вот это просто промыслительно, что именно сегодня Лонгин Сотник, пусть он поможет тем, кто закоснел вот этом зле, по-другому взглянуть. И на тех, кто был убит, не видно. И на Спасителя. У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, из Москвы. Здравствуйте. Как вас зовут? Ваше имя, отчество? Скажите нам, пожалуйста. Светлана Сагитовна. Светлана Сагитовна, слушаем. Да, значит, я хочу сказать по теме, что ни одна душа, которая погибла в 37-38 годах, не стоит того, что мы достигли. Пусть мы достигли космоса, мы достигли Арктики, мы достигли всего-всего. Было бы нисколько, возможно, не хуже, если бы не было того, что было в 37-38 годах, когда каждая душа, каждая душа это сокровище Бога. И так абсолютно беспристрастно стреляли, совершенно невиновные. У меня была, значит, я врач, у меня была одна пациентка, которая, значит, рассказала, как в 12 лет, вот в 37-м году их посадили на паром, на паром и отправили далеко-далеко на север, а родители отправили, как, в общем, отправили, репрессированные они. Вот. И в итоге дети выросли одни. Я реально просто знаю эту историю. я считаю, что если бы не было 17-го, 18-го года, когда расстреляли царскую семью, тогда не было бы и 41-го, и 45-го года, тогда бы не было и 37-го года. Все абсолютно, зло рождает только зло. Если бы так было плохо до 17-го года, мы бы не видели 13-й, 14-й год, какие прекрасные, я сама психиатр-нарколог, какой был прекрасный центр трезвости. В 13-м году меньше потребляли алкоголя, чем сейчас. Иоанн Чуриков полностью создал такой, он сейчас не коммунизирован, пока Иоанн Чуриков, братец Иоанн Чуриков, создал общество с трезвостю. Там люди практически там меньше пили. Я сейчас работаю с этой категорией. Это отголоски тех 17-18-х годов. Нам надо просто, как врач, я вижу причинно-следственную связь. Я считаю, что ни одна душа безвинно погибшая не имела права погибать только потому, что было вот так вот. А то, что достижение, я сама родилась в советское время, достигла из Божьей помощи, слава Богу, много, воспитала 4 детей. Мама прошла у меня полностью военный путь до Берлина и папа тоже. Но я хочу, что сказать. И мама практически рассказывала о всех достижениях, я все это видела, но я просто более глубже смотрю. Все, что мы сейчас получили, это отголосок того времени. И я считаю, что это было жестокое время, хотя я тогда не жила, но я вот это чувствую. Вот. И те люди, которые погибли в 37-х, 32-х, завтра мы будем отмечать день репрессированных, я считаю, что мы обязаны им всем тем, чтобы мы их помянули, чтобы их души были у Господа, и они, наверное, я думаю, они же мученики, и, наверное, они в Царстве Небесном. И я считаю, что нам это надо всем знать, всем знать. Не надо никакую историю, абсолютно не историю, которую мы прожили, не надо абсолютно анализировать, не надо ничего. Мы вот как же прожили, так прожили. Вот. Я считаю, что, слава Богу, что все это сейчас, так сказать, ну, сейчас идет правда. Просто правда. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. И Божьей помощи в вашем труде. У нас совсем нет времени в прямом эфире. Завтра с утра тема, это в нашем эфире будет продолжаться в самых разных программах. А сейчас мы с вами прощаемся. Тимофей Убухов и Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение». Даст Бог, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин